Всем расслабиться. Шоу начинается. На сцене любители покривляться, но не кривить душой. Юные, талантливые лицедеи. Их жизнь стала настоящим театром благодаря тому, что когда-то они переступили порог студии Калиостро. Режиссер по обычаю всегда за кулисами. Сегодня редкий случай, когда Елена Антропова на сцене. С ней она 30 лет уже на «ты». Живет театром, болеет им, хочет, чтобы в Полевском это искусство развивалось, а дети раскрывали свои способности благодаря лицедейству. Что я ощущаю? Трепет, волнение. Вижу много родных мне или близких людей. Ощущаю, правда, какой-то дрожь. И у меня настроение сегодня – это плохое, это хорошее, это хорошее, это плохое. Это хочется посмеяться, это хочется поплакать. Вот какое-то вот такое состояние. Это нормальное состояние для истинного театрала, который находится в постоянном поиске героев, сюжетов и образов. За 25 лет существования в Полевском студии Калиостро вышло в свет 46 постановок на разные темы. Остро-социальные, тематические, праздничные – все для детей, но с ноткой полезности для взрослых. В студии занимается 40 человек разного возраста. Можно смело сказать, роль найдется каждому. Зачем святое мы играем? На душу, принимая грех. А зачем мы сердце открываем? За деньги? Радость? За успех? За деньги? Нет. За радость, успех, аплодисменты – да. Калиостро любит дарить позитив, вызывать трепет в душе зрителей. Не просто так студия в 2015 году получила звание «Народный коллектив». Заслуженно. Я думаю, это зову души, потому что меня всегда тянуло на сцену, не было возможности. А сейчас эта возможность появилась, и я решила прийти. Не пожалела? Вообще ни разу. Мне здесь очень нравится. Я прям как рыба в воде. Во многих уголках России есть выпускники Калиостро. Кто-то сделал для себя школьное хобби смыслом жизни и профессии. Кому-то занятия в студии помогли раскрыть способности. Главное одно – каждый говорит спасибо этому театральному коллективу и его бессменному руководителю. Елена Юрьевна – это тот человек, ради которого точно можно приехать. Я могу сказать, почему. Потому что это кажется, что это небольшая театральная студия в каком-то профессиональном городе. Но на самом деле то, что делает Елена Юрьевна – это спасение молодежи. Представьте, если бы не было этого, то есть молодежи нечем бы было заниматься. Но Елена Юрьевна своей энергетикой, то есть своим мощным зарядом, она объединяет вокруг себя людей, объединяет молодежь. Спросите у ребят, они все ее обожают. И они за ней движутся, они стремятся к прекрасному. То есть все равно они приобщаются к искусству так или иначе. И это тот человек, ради которого можно приехать точно. Даже если бы я не в Петербурге был. Если бы я там был где-нибудь в Бразилии или там еще где-нибудь, я бы все равно приехал. Потому что благодаря Елене Юрьевне и мое юношество тоже прошло отлично. То есть это было множество друзей, это было множество компаний, всякой движухи такой. И это тот человек, который своей энергетикой настолько заряжает и настолько, знаете, поднимает наверх, что мы, когда ты с ней общаешься постоянно, ты, может быть, этого не замечаешь уже. Но когда это находишься на расстоянии, и ты осознаешь, насколько это было важно и насколько это было круто. Калиостро – это преемственность поколений. Дима Белоусов уже 20 лет лихо играет на сцене в составе студии. Сейчас он в костюме клоуна зажигает с девчонками под ритмичную музыку. А это уже его дочка Ева, начинающая артистка. Пока скромная, но театр ей поможет не стесняться. Ну, это по кайфу. Это раскрепощает, внедрёт вот сейчас такой, как есть, замкнутости. И вообще нелегко с людьми. Ну, и самому просто очень нравится ходить и заниматься. Время провождения, внешне эти, обстановку с людьми тут, с ребятами. Сейчас что-то для себя нового узнаёшь. Мечтаешь с папой вместе на сцене выступить? Кем будешь? У нас сейчас не будет сынка, как вот у выпускников. Караевый. А папа? Драконом. Главные герои для будущего детского спектакля уже найдены. Осталось придумать сюжет. Но с этим у Елены Антроповой проблем не будет. Её окружают талантливые ребята, а не её вдохновение. 30 лет на сцене, 25 лет калиостро, плюс личный юбилей. И это даже не середина творческого пути. Ведь у театра нет возраста. Он явление вечное. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.